Девятого августа в Москве в музее имени Андрея Рублева откроется выставка «Гармония эмали. Меднолитая пластика». Среди экспонатов полторы сотни работ, созданных в разное время, начиная с XII века, и в разных художественных центрах в Московской губернии, Новгороде, Поморье. Многие из них экспонируются впервые. Все они будут декорированы эмалью, этим древним, красочным, ярким декоративным материалом. Центром нашей коллекции будет поморское литье. Самые ранние предметы, самые ценные для нас, может быть, потому что они самые древние, это кресты-энклупионы, это кресты-реликварии, в которых внутри, в углублениях створок хранились мощи святых, или иные христианские реликвии. Будет три предмета представлены таких на выставке. Все они декорированы в технике перегородчатой эмали, и это одна из самых сложных по выполнению техник. Мастер при помощи предварительно нанесенного рисунка наносит такие тоненькие пластинки не толще одного миллиметра, на ребро напаивает, создавая большое количество ячеечек. Каждая ячейка заполняется со своим цветом эмали и позволяет мастеру создать сложные, яркие, красочные орнаменты. Среди экспонатов и редкая подписанная икона Богоматери Смоленской. На ее авторство указывает буква «З», что значит «заведение». А выполнена работа в московской мастерской Сергея Соколова. Отличительной особенностью эмальеров этой мастерской было то, что они использовали такие даже не точки контрастные, а, знаете, такие небольшие штрихи, такие размытые точечки контрастного цвета, темные на светлом фоне, светлые на темном, создавало особый праздничный, яркий, многокрасочный колорит. Что касается выговского складня, он богато декорирован семицветной эмалью, что тоже очень редко. Каждый цвет наносился в свое время, то есть обжигов требовалось несколько. То есть есть туго плавки эмали наносили в первую очередь, менее в последнюю очередь.